С 1 июля 2019 года привлечение денежных средств от граждан будет возможно только с использованием эскроу-счетов. Главная цель проведения новой реформы долевого строительства – уменьшение количества обманутых дольщиков, комментирует нововведение помощник Одинцовского городского прокурора Аяз Гасымов. В целях минимизации рисков, с которыми сталкиваются участники долевого строительства, необходимо совершенствование правового положения. Одной из такой новелл, которая относительно недавно стала применяться активно на территории Российской Федерации, стало введение понятия «счет Экс-Роу». Соответственно, с 1 июля 2019 года все застройщики, привлекающие средства граждан строительства, обязаны работать через такой механизм привлечения денежных средств. Что значит «счет Экс-Роу»? Это такой способ финансирования, который подразумевает, что создается специальный банковский счет, на который перечисляются денежные средства граждан, но который застройщик не может использовать в ходе строительства, текущего строительства. Вообще, наиболее частой проблемой в сфере долевого строительства, которая влечет именно к серьезным проблемам возникновения такой категории граждан, как «обманутые дольщики», является нецелевое расходование средств. Соответственно, вот этот новый способ, метод, который законодатель предложил, должен, конечно, эту проблему решить. Более подробно остановлюсь на том, что такое счет Экс-Роу все-таки. Как я уже сказал, это привлечение денежных средств граждан на специальный банковский счет, то есть застройщик может им распоряжаться только после того, как выполнил все работы. После завершения строительных работ и введения многоквартирного дома в эксплуатацию застройщик имеет доступ к этим денежным средствам. Эти денежные средства он может направить, в первую очередь, на погашение кредита, который был им получен для финансирования строительства, либо на погашение собственных средств, которые он затратил на строительство многоквартирного дома, а оставшаяся часть является его прибылью. Ну и самое главное, что решит проблему обманутых дольщиков, это то, что в случае банкротства застройщика, средства, которые на этом специальном счете будут, будут возвращены гражданам, чьи средства привлечены были для строительства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...